Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелы. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. После того, как мы съездили с Матушкой в Нижний Новгород на службу к епископу Августину, и я вам рассказал немного про Нижний Новгород, про его духовность и про церковь, в которой мы участвовали в литургии, многие написали мне «Отец Михаил, съездите куда-нибудь ещё, мы будем рады вам помочь, потому что мы хотим, чтобы вы нам рассказали о тех местах, где побываете». И я скажу так, что мы же это практиковали. С вашей помощью мы были в Крыму с Матушкой. С вашей помощью мы с Матушкой ездили в Абхазию, я вам показал святые места, в том числе очень святые, где и Симон Канонит был и убит, и где подвязался в пещерке, ну и так далее, и тому подобное. Мы с вами были раньше и в Троицергиевской лавре. Опять же, я вам всегда объясняю, что у нас маленькие обычные пенсии. Выехать на эту пенсию, конечно, невозможно, и поэтому, если вы хотите, то действительно можно это сделать, но только с вашей помощью. С помощью сложения вашей доброты в наши желания и в наше делание. Естественно, в предыдущие годы, во время этой пандемии, поехать никуда никак не хотелось, потому что везде были очень большие, как я понимаю, в том числе и духовные сложности. Я вроде было собрался в Лавру поехать, и вдруг там 14 монахов умерло. Собирался в Дивееву подкрепиться, а там 6 монахов. Ну, в общем, конечно, да и у самих-то, честно говоря, после заболевания очень тяжелые состояния были. Хотя я не прерывался в разговорах, я вам всё время с этим же Духом старался всё, что мы изучаем, преподать. Но я вам скажу так, это только милость Божья, и это только дар Божий. То, что я вот так выходил в тех состояниях, еле плетясь на эту лавочку или в какое-то другое место, и говорил в этом же Духе, это Дух Божий. Потому что я к себе таких подвигов отнести не могу, поскольку без помощи Божьей такого, конечно, я не мог бы осилить. И вот сейчас, когда у нас вроде всё подпрошло, больше того, дочка нас очень существенно подкрепила витаминами, которые нам присылают достаточно регулярно, я вам показывал, какие, мы, собрав весь урожай, сделав все дела, решили, что можем с матушкой теперь немножко попутешествовать и показать вам то, что, во-первых, нам самим хочется ещё раз прикоснуться, а во-вторых, я так понимаю, что и вам хочется увидеть нашими глазами то, что на самом деле там есть. И вы знаете, ведь это как раз такое двойное понимание собирания духовности, которое у нас в Церкви существует, где одно предполагает сидение на месте, аскетику, исихазм, вот такое уединение, в которое уходили монахи, и эти монахи делались святыми, сидя, никуда не двигаясь. Но в XIX веке, да нет, начиная с XVIII века, конечно, вдруг вошло в понятие, что есть ещё способ собрания Духа Святаго, это паломничество, паломничество. Оно так и считается, что ты, когда двигаешься в паломничестве, куда ты идёшь, ты Дух Святой получаешь, потому что Господь сказал, я есмь путь, то есть находясь в пути, ты и есть на самом деле настоящий служитель Богу. Поэтому у нас вот эти крестные ходы, большие крестные ходы, а в XIX веке очень развелось длительное паломничество, то есть уходили до Иерусалима, уходили на Святую гору Афон, в том числе вот и из пистяков. Я когда служил, я показывал, там принесли иконы от бабушек и дедушек, их внуки в храм сдали, и на иконах прямо написано, что данная икона написана на горе Афон, Пантелеймон в частности там, для исцеления тех, кто к ним молится и так далее. Ну и было ещё объяснение тех, кто её, что это моя бабушка принесла, с дедом ходили на Афон и принесли на своей спине. Я был очень удивлён, кипарисовая доска, икона весит, ну, путь, наверное, как её можно было принести с Афона, тем более что бабушку-то, конечно, не пустили на Афон, туда ходил дедушка, но вот именно так было. И ходили даже отсюда, то есть собиралась там из Санкт-Петербурга или из Москвы делегация, и вот они начинали идти, сообщали, что все двигаются, ну и присоединялись с разных регионов к ним, и все вместе уходили. На 3-4 месяца уходили. Здесь вот прямо были такие отходные, как говорится, кто уходил молиться, и они были двух тихов. Одни отходные уходили работать отсюда, но работники подряжали тех, кто уходил молиться, чтобы вот уехала отсюда бригада рабочих куда-то в Москву, а строили в основном зимой, а не летом. Летом заготовляли лес и всё остальное. То за них кто-то куда-то, молитвенник какой-то уходил, и он молился, пока они там работают. Потом вместе возвращались. Очень интересная такая традиция, считая, что паломничество – это выше просто богослужение, что вот надо куда-то двигаться, и тогда ты получаешь Духа Святаго правильно. Хотя иногда это переходило какие-то границы, и вы можете в письмах Феофана Затворника встретить, как одна ему пишет, что «Батюшка, вот хочу туда, в паломничество, благословите», а он ей пишет, «Так ты уже была вот там, 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 там. Сколько можно? Сядь дома, посиди». Но я-то такую же историю я вам уже рассказывал, видел у отца Наума, как к нему приехала одна паломница и привезла мужа с сыном, которые якобы себя неправильно ведут, пока она в паломничество ездит. И батюшка при мне начал рассматривать, а что значит неправильно, и чем они занимаются. Казалось, что муж там занят скотиной, которая у неё в большом количестве, там что-то свиней 20 штук, коров 8 штук, ну вот, в общем, такое. У сын, сын 16 гектар поля, это вот почти в два раза больше, чем наше озеро, и он на тракторе его пашет, сажает там для этой скотины капусту, ну, в общем, всё делает. Сыну 22 года, по-моему, было. И вот что они неправильно. Один курит, а другой иногда выпивает. Ну, оба курят, правда. И батюшка, значит, с них выслышал, выслышал, значит, старому говорит, продай всю скотину, купи форму для кирпичей, у вас там глина есть? Есть. Вот давай, делай кирпичи, печку создай и обжигай, не надо тебе возиться с этой. Кирпичи у тебя будут закупать, говорил, какой монастырь там недалеко будет закупать. А сыну говорит, а ты продай трактор и езжай в город, учись. Чего ты тут возишься с этим полем? Она, значит, как завыла, как завыла, значит, кинулся ему в ноги. Батюшка, батюшка, а мне-то что? Он говорит такой, а тебя на мыло? На какое мыло? А вот у нас здесь фабрика мыла есть. Там есть, в Сергеем Посаде, действительно маловярная фабрика. На какое мыло? Он говорит, не знаю. Ну, может быть, на хозяйственное пойдёшь. Она как взвыла. Он говорит, я тебе говорю, вот смотри, пусть они сделают так, как я им велел, а ты дома останешься. И я тебе полгода запрещаю куда-нибудь ездить. Занимайся сама всем этим хозяйством. А муж там и бельё стирает, и готовит. Даже когда она приезжает, он готовит. Батюшка спрашивает, а кто готовит? Он готовит. А ты-то что? Ну, я устала и приехала. Где мне тут? Вот такая, значит, у неё история. Поэтому, дорогие мои, я-то, конечно, очень за паломничество. Поскольку я вам постоянно рассказываю, что разные местности, разные ойкумены, то есть освящённые земли, людьми облагороженные, имеют различный дух, поскольку их попекают разные ангелы. И, естественно, когда мы бываем в разных местах, нам действительно становится лучше. Мы получаем какой-то, значит, определённый дух от этого местности. И я так понимаю, что вам-то тоже это как раз нравилось, поскольку сколько благодарностей за Крым было, сколько благодарностей за Абхазию. И у меня там какой-то другой дух. Я вот лекции-то, беседы-то в Абхазии читаю, сам сейчас переслушиваю иногда. А я вам честно говорю, что я иногда, когда говорю, не слежу за тем, что говорю. То есть моя задача – отпустить речь, чтобы мною, как говорится, Господь с вами говорил. И поэтому я с удовольствием переслушиваю свои ролики и ещё раз сам учусь тому, что там, в общем-то, сказано. И дух-то другой в разных местах. В разных местах дух другой. Поэтому мы вот решили, что можем сейчас попробовать куда-то съездить. И ну так вот в планах-то у меня в голове-то желаний-то не так-то много. То есть неплохо бы съездить в Дивеево и посмотреть на неё новым взглядом, и укунуться, и искупаться, и источников попить, и показать вам Дивеева с нашей точки зрения, и походить по канавке. Я был в самом начале, когда создавалась эта канавка. И с удовольствием туда. Мы прямо пройдём с вами тогда по канавке. Я же снимал, у меня же есть тоже где-то это. Прямо всю молитву прочитаем, и вы тоже вместе с нами пройдёте и тоже почитаете. Ну и всё остальное. Конечно, очень хочется встроить Сергийскую лавру, съездить. После того, как батюшка ушёл, в 1917 году, я там ни разу не был. Мне как-то, ну, как бы и незачем, потому что отец с Новым теперь с нами, с ним можно общаться, и не ездя в лавру. И поэтому... Но хочется, там же отец Сергий, мощи его, естественно, у мощей получаешь особый заряд, особый дух, ну и всё остальное. Поэтому вот можем съездить ещё в лавру. Опять хочется посетить Кострому, икону, значит, посетить в Костроме. У меня-то папа родом из Костромы, я так себя маленечко считаю Костромским. Вот. И говорю иногда по Костромскому. Некоторые говорят, что за оконья у вас? Ивановцы не окают. А я Костромской. Не Вологодский. Там другое. Оконья и другое. Я Костромской. Вот. Хотелось бы, конечно, в Кострому съездить к иконе, которая благословляла царя. И мы бы на Кострому посмотрели. Вероятно, и в Ярославле неплохо бы. Гаденово. Я был в Гаденово, когда этот крест только-только открыли. Вот прямо только-только его выставили. Батюшка меня благословил. Съезди, посмотри, что он там такое. Я приехал. Тогда еще никаких паломников к нему не было. Только вот матушки с удовольствием его начали почитать и все остальное. Я с таким удовольствием сейчас бы съездил в Гаденово. Потому что тогда я им подсказал, что нужно делать. Батюшка меня для этого и посылал. Говорит, пойди, посмотри, съезди, посмотри и подскажи им, что там нужно делать. И вот я считаю, что одна из поездок может быть в Гаденово, потому что и я там в определенной степени дух получил, и от себя так ощущаю там отдачу некую, что Гаденовский крест так прославился. какая-то и моя маленькая лепта в этом есть. Поэтому я предлагаю следующие. У вас, может быть, даже другие предложения могут быть. Но я предлагаю как раз это дифференцировать по вашим желаниям и начать сбор на эти поездки. Сбор на эти поездки. То есть вы присылаете денежку, какую можете, мы не устанавливаем никакую, как говорится, цену. А я... И пишите, куда поехать. А я начинаю эти денежки скапливать. И как только у нас копится на что-то куда-то поехать, так мы с вами сразу и будем осуществлять эту поездку. Ну, например, в Дивеево, я думаю, нам 10 тысяч нужно, чтобы съездить. тут от нас достаточно далеко, но с другой стороны недалеко мы одним днём можем обернуться. И поэтому соберём 10 тысяч на Дивеево. Вот. Мы съездим в Дивеево. Конечно, в Троицергиевскую лавру нам обойдётся дороже. Если мы каким-то железнодорожным путём сейчас это очень сложно. Раньше поезд шёл через... Ну, там можно было сойти, пересесть с электрички на поезд и так далее, и ты там оказывался. То теперь это такой большой крюк через Москву. И это дороже, чем мы просто вот тоже машину, например, здесь есть недорогие машины, где можно её нанять и съездить. Ну, я думаю, в Троицергиевскую лавру будет тысяч двадцать стоить. Не меньше нам съездить. То есть он установит цену, я знаю примерно какую, вот, наверное, двадцать тысяч в лавру съездить. Гаденова ну, тоже тысяч двадцать будет стоить. Вот так. Поэтому давайте, пишите, присылайте, получится... Валер! Валерий! Иди сюда! Сосед, сейчас мы про святую воду поговорим. О! Поэтому давайте, собирайте, пишите, куда съездить. Будут деньги, мы поедем, и я вам все покажу. И, естественно, и сами мы духа поднакопимся, который к вам через беседы придет. Ну, и вы получите тот дух, который я увижу и который вам, конечно, по-другому покажу. Поскольку, как показывают это журналисты, мне, честно говоря, не очень всегда нравится. Так что здоровья вам всем, радости, бог сы, помилуй нас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok